Доброго времени суток, дамы и господа! Мы с вами Романище и новый сезон «Время прохождений 2х2». И кто бы, мать твою, сомневался, что очередной эксклюзив на PlayStation – это приключенческий экшен от третьего лица. Сегодня мы с вами отправляемся в Японию, а точнее вот сюда. Перед вами Цусима-скритт. В Японию со своим войском вторгается какой-то повар. И внук Чингиза. Чё ты можешь-то? Ты никто, понял? Любитель бургеров из Канины заявляет, что он пришёл съесть все ваши роллы Филадельфия и осеменить ваших тяночек и вайфу. С криками «За Цусиму и двор зарежу в упор!», назабив с монголами, выходят все 80 самураев. По-моему, все дебилы. Через пару минут пацаны понимают, что их кодекс воинской чести на бесцеремонных, бесчестных, беспощадных интервентов не работает. Тут вам и пики точёные, и самураи копчёные. А ты огонь! Короче, наши бедолаги, по сути, припёрлись на перестрелку в боксёрских перчатках. Мы последние. Как же так получилось? Вот это дело! Знакомьтесь, это наш главный герой, гастарбайтер из ближнего зарубежья, ой, в смысле, благородный наследник клана Сакаев Дзин Сакай. Дзин просто жаждет спасти своего дядю, местного губернатора, который угодил в потные волосатые ручища монгольского предводителя. Эти же мохнатые лапы мощным чоук-слэмом отправляют нашего неудачника навстречу сраному ничему. Я! Чоук-слэм! Очередное чудесное спасение, и вот мы уже чуть ли не в статусе последнего выжившего самурая, встаём на тропу войны и бросаем вызов монгольским интервентам. Дзину предстоит сплотить разбросанных под сусиме бомжей и маргиналов, спасти задницу своего драгоценного дядюшки и выдворить захватчиков, которые конкретно так разложили свои баулы в наших захваченных замках. Я щас вас убивать буду. Ну чо, пацаны, аниме? Подробнее об игровом процессе во второй части обзора. А пока наша новая рубрика. Сегодня мы разберём несколько игр про японских жопа-надирателей, которые мне пришли в голову, и которые не стары, как говно мамонта. Напряжённый сетевой экшончик For Honor сталкивает лбами воинов самых крутых исторических фракций, рыцарей, викингов, вулин и, вы угадали, самураев. С момента выхода в 2017 году игра заметно похорошела, но поговаривают, некоторые вещи здесь стабильнее, чем доход Wargaming от 40-летних танкистов-донатеров. Несбалансированный ростер бойцов, некоторые косые механики и токсичные игроки. Кто-то скажет, но если ноль умножить даже на миллион, то всё равно получится ноль. Но это всё так. Хейтеры и... Школолок. Нио рассказывает историю британского мореплавателя Уильяма Адамса, первого в истории самурая Запада. Бедолагу занесло на японские острова прямо в разгар гражданской войны, да ещё и чёртовы демоны повылазили изо всех щелей. Вот игрокам и приходится надрывать задницу, аки в любых играх в жанре соулзлайк, для мазохистов. Будете ли вы страдать? По-любому. Понравится ли вам это? Не исключено. Кстати, о соулзлайках. Создатели жанра гейминг-изнасилований посредством своих игр, разработчики студии From Software, состряпали одну из лучших каточек 2019 года. Крутая атмосфера, напряжённые зарубы и воспламеняющая задницу сложность. А через каждую парочку столкновений вас поджидает казуальненькая драка с боссом. Секеро вас унизит самым приятным образом. Я за это отвечаю. После вступительной возни перед нами открываются родные просторы живописной Цусимушки с её лугами, лесами, озёрами. Всё такое няшное, красивенькое. Всюду летают листочки, лепесточки, травушка, колосица. Животные крутятся рядом, аки в диснеевских мультиках про принцесс. Эх, из-за всех этих свистелок-перделок даже не сразу становится понятно, что графин-то не первой свежести. Но всё равно, молодцы, Сакерпанч, нас сали в глаза по красоте. Welcome to the Ricefields, motherfucker. Чтобы не заблудиться между бесконечным количеством точек интереса, которые разработчики специально для нас щедро размазали по своей масштабной карте, в роли GPS-навигатора выступает путеводный ветер. Сюжетные миссии, квесты, коллекторские побочки, горячие источники для укрепления здоровья. О, господи, ну какого хрена? Ну, как мне это теперь развидеть, а? Ладно. Кстати, на месте и вражеские стоянки, лагеря и даже пресловутые форты, которые прямо как в сраных ассасинах нужно зачищать от упырей, скрытно и не очень, попутно выполняя всякую побочную шелупонь. Типа поиска боевых знамен, убийство предводителей, освобождение всяких холопов. Ух, разработчики, нафантазировали-то, а? Ни разу такого не видел. А вы? Где-то я это уже слышал. Да! Думается, мне я о чем-то забываю. Ну да. Вот так... Выполняем задание, повышаем авторитет, ну, то есть, по сути, уровень дзина, а на накопленные очки открываем новые способности и умения. О, я не могу ждать на лицо! Помимо этого, непрекращающееся лутоблудство и собирательство позволят вам улучшить вашу броню и оружие. То есть, разжиться гламурненькими лакшери мечами, чтобы сражать врагов на повал своим флексом. Бумбануло! Или сделать наше одеяние пьяного бомжа чуть менее бомжовыми. Вот, к примеру, шляпа Хинкали. Плюс 100 к скрытности, честно-честно. Я, по сути, не видел. А сейчас буду жаловаться. Во-первых, при всей крутости саундтрека и атмосферы, сюжеточка в «Призраке Цусим» и «Откровениями» не блещет. Да, то тут, то там происходит какое-нибудь предательство. Пару раз за игру я даже подумал. А я не понял! Но катану мне взад. Диалоговые катсцены, которые, между прочим, как назло, нельзя пропустить, будто срежиссированы нейросетью по созданию самых унылых катсцен. Я читал свиток с историей клана Адати. Что это за говно? Во-вторых, камера в Цусиме, выражаясь словами великих... Тупое говно. Тупого говна. Конечно, всегда приятно зрелищно по таймингу парировать удары, пробивать защиту врагов разных типов, меняя боевые стойки, или аки в аниме одним зрелищным движением шинковать монголов на кебаб, типа «ва»! Однако в «Призраке Цусимы» нет системы захвата цели, как в любой другой игре со схожей боёвкой. Следовательно, с наведением камеры вам никто не поможет. Вам нужно постоянно крутить её всё тем же большим пальцем правой руки, который в это время должен заниматься раздачей звездюлей в монгольские предбанники. То есть вращение камеры в нужном направлении, по сути, становится частью ваших комбинаций. Не будет р... Чтоб тебя с... Да как так-то? Какое дерьмо? Ах ты... Давайте помянем. «Призрак Цусимы» — добротный симулятор самурая в открытом мире, от которого, правда, за километр попахивает старым добрым кредо-убийцы. И это не так уж и плохо. Просто помимо великолепной атмосферы и крутой боёвки, не ожидайте от игры чего-то, чего вы ещё не видели до этого, а то рискуете словить вялого. От меня 76 самураев из 100. А с вами был Романище и время прохождений дважды два. А напоследок дебют рубрики про трешачок от независимых разработчиков. Не переключайтесь, бандиты и бандитки. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в нашей рубрике «Индиана Трэш» мы будем теребонькать игру «Бэр Патти Адвенчур» от студии разработчиков «Клемс». Давайте же посмотрим. Вот жизнерадостные медведи занимаются своими делами, играют в мяч. Звонили с Five Nights at Freddy's, просили вернуть ужасающих кошмарных медведов. Персонаж, честно говоря, кряхтит при каждом прыжке, будто бы это Quake 3 арена, поэтому сразу 12 с 10... Сидим-пердим. А там начинается какая-то дичь, ребята! Медведи-интервенты начинают кошмарить наших соратников. Посмотрите на эти злодейские морды! Сейчас будем разбираться. Есть! Не без помощи нашего желтомордого кореша. Пошла жара, пошла перестрелка! Вот разработчики нам предлагают покатать шары. Мне кажется, этой игре катастрофически не хватает мультиплеера. Вот добавили бы сетевую игру с таким дичайшим экшоном КС Гоу и Валорант можно было бы закрывать. Вот такая она Бэр Пати Адвенчур. Понимаю, это очень странная игра, которая абсолютно ни на что не претендует, но опять же, за 0 рублей могло бы быть куда хуже. А с вами был Романище. Время прохождения 2х2. Увидимся в следующем выпуске, ребятушки. Всем ту-свит! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...